Бхуджапад Бхактвиданта Армачандра Прабху говорит, что мы собрались на этом фестивале, который основал Шелак Нарайдасимхараш, мы продолжаем традицию и мы представляем Рабху Касвами. Надеюсь, меня слышно, если нет, говорите. Если мы сможем понять их настроение, наших ачарьев, то наша жизнь, в принципе, смысл отличается успехом. Поэтому мы представляем Рабху Касвами, чтобы тоже понять его, и сегодня мы помимо Рабху Касвами будем слышать о славе Шелак Нарайдасимхараджи и Шелак Нарайдасимхараджи. Итак, слушая славу этих вачнавов, мы будем стараться понять их внутреннее настроение. Шепат Рамачандра Прабху, он президент сегодняшней сабхи. Итак, первый спикер. Пожипат Бхактиданта Шанта Махараджи, который живет в Роман-Бихаре Галдиматхе в Дели. Я не знаю, как руководить собрание, у меня нет квалификации. Я говорил, чтобы назначил кого-другого, но тем не менее он просил меня руководить сегодняшним собранием, сегодняшней встречей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прежде всего, я предлагаю свои несмиренные поклоны Субтитры создавал DimaTorzok 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 Всем Тридориса Яси, всем Храмачарьи, всем преданным, которые собрались сегодня. Нухараш предлагает свои смиренные поклоны и всех приветствует. Итак, сегодня, как Храмачан Рабхава сказал, Мы будем, как бы, отмечать Симпенел столетия со дня явления Шивы Бамангасвай Махараджи, Бамангасвай Махараджи. Это такой Гуру. На самом деле, сам Кришна, сам Кришна, это Гуру. Считаем Махабрабу, это сам Гуру. Слушаем Махабрабу, это Дитя. По святелам Шитам. Говорится, что Кришна, Бандей, Джагат Гуру. Что сам Кришна, это Гуру. Считаем Махараджи. Вот пример, например, на Курукшетре. Гуру Крипачаре Дроначаре, Димушу Мишна Китама. И также Кришна, сам Кришна был там. Красные Гуру присутствовали в этом собрании. То есть Гуру, это не только тот Махараджи, что дают. То есть тот, кто дает наставления Шитамшу. Но он был самым высшим Гуру на Куруше. Это был сам Кришна. Аржуна нестеряна, потому что другие Гуру присутствовали. Бишамхатама, Дроначаре и т.д. Они были как бы под влиянием гудно-сериальной природы. Но Кришна был за пределами гудно-сериальной природы. Боже мой. Боже мой. Что? А потому что приняв Гуру, мы не должны его оставлять. Если Гуру находится, и у него нет чистого аппакты, если Гуру находится приплятием 3-х годов сериалом-сериалом-сериалом-сериалом-сериалом-сериалом, то надо же оставить такого Гуру и принять бешечного Гуру. Чистого преданного. Бишамхатама, Дроначаре и т.д. Сегодня утром Сравданин Домокраши восстанавливал. Шадабурдева, он сказал по мысли, что те же качества, которые им дает Кришна, теми же качествами Кришна уделяет своего чистого преданного. У Кришны, Пананта Коти, личного качества. Эти качества также передаются Его преданным. Эти качества мы видели в нашем Гуру, в нашем Ачжаре. Когда мы совершаем бхакти, две вещи приходят. Вот это дает семечко преданного служения. Но как это семечко должно расти? Как оно прорастет? Оно прорастет, если мы регулярно слушаем, совершаем Киртан. С Жаваном Пиртом. Тогда она появится большая гляна, она пробьет Брамаду, Вселенную и достигнет Луки Вриндавана. Как бхакти, как бхакти уничтожается, если мы совершаем Вишнава аппарат? Например, мы садили дерево, а мы не поставили запор вокруг него. И не пропалываем его, то есть нужно заботиться о нашей Лиане Бакси, чтобы она росла правильно, чтобы другие сорняки не заглушили ее. Например, Аня, Вилаш, Глав, Пуджа, Практическая, то есть материальные желания, желания славы и другие желания не связаны с Вишнами. Без того, чтобы принять прибежище у Гуру Вишнава, мы не сможем избавиться от их сорняков, избавиться от Анардов. В Праяге Шимач Санима наставлял Рупу Гаса Амбада. Пока мы находимся на уровне Саданы, у нас всегда будет, мы как бы будем сталкиваться с этими Анардхами. Когда мы пройдем стадию Саду на Бакси, то начнется наш Баджан, и уже тогда не будет таких препятствий. Так, Санта Махарадж, когда он пришел в Тивананда Гаудия Мат в Новодлипе, он получил Дашан, пришел к Нарайме Гасаи Махараджи, Вамана Гасаи Махараджи, Вамана Гасаи Махараджи, Вамана Гасаи Махараджи, Они как бы одна душа в трех телах, и они слышали Прам Гурдейваш и Бак Парангаши Саду Махараджи, Постараясь выполнить все боевые сокровенные желания. И на самом деле, по их милостям и милостям, что сегодня существует Гаудия Махараджи, И также они показывают пример своим своим поведением, показывают пример, как служить своим милостям, как служить миссии. До сих пор издается Багва Патрика, до сих пор существует проповедь и так далее. И по их жизни можно видеть, как они отдали свою жизнь служению Суму Гуру. Поэтому нужно читать биографию, когда мы сможем узнать, ну как узнать лучший способ, пример поведения. И поэтому вот наша конференция сегодняшняя, она имеет свои цели, чтобы как раз узнать побольше о их жизни. И тем самым очистить свое сердце, аппарат, фонар, сделать, стать более преданными. И на самом деле, конечно, мы должны следовать не то, что мы говорим, говорим все эти разные вещи, вас вышли на ночь, мы не следуем. Мы должны слушать и говорить в стиле, следовать этим без литимерия, со смирением. Они должны следовать, например, необычные люди, они Махабуруши. И, например, я расскажу, например. Однажды Пуджаре Деванда Калдиматхи предложил подгоревший, подгоревший рис. Пуджаре Деванда Калдиматхи пришла во сне к Вамана Махараджу и сказала, смотри, вот Пуджаре предложил подгоревший рис. Как я могу этот рис предложить Кришне? Тогда Вамана Махарадж спросил, ну Пуджаре спросил. И Пуджаре знал, дайте, если я предложил подгоревший рис, когда он менял, не подгореваемый сними. Очень много историй жизни. Вамана Махараджа, например, в мелочи на Калдиматхи. Это та, которая в Пуджаре приходила к Капинатху. Они пришли к Капинатху. Махараджа пришла в Асене к Ваману Махараджу, на Раингу Махараджу. И она сказала, моя одежда дырявая. И это действительно было так. Когда я переехал в Кешвиш Калдиматх. Он сказал, насколько я понял, когда там был конфликт, то он сказал, что те, кто не имеют веры в меня, тем не будут уйти. Но те, кто верят в меня, те пускай остаются. И мы не можем совершать Баджи. И мы можем только молиться о городах, я придерживаю твоих глупостный стоп. Пожалуйста. Пожалуйста, помоги совершать Баджи. И, придавшись глупостный, придет. Группа Гасвами пад, Махарабу. Шесть Госвами. Махарабу пропускал Гасвами проповедовать честное бакси. Открыть места лил, установить божество, написать правила поведения в Айшнау, проповедовать четыре наставления. Махарабу дал Гасвами. И те же самые наставления наш Шилагурдев выполнил. Поэтому молимся его глупостным стопам, что у нас ушли наши аппараты, что у нас была сильная вера, что мы потеряли харинам. Мы как бы вращаемся среди восемьдесят четырех лаков живых существ. Восемь миллион четыреста тысяч видов жизни. Мы вращаемся среди них в этом мире. И мы получили корректное человеческое тело. В четвертой книге Бхагаватан Капиладев говорит «Свей Мастер Дева Путин». Говорит, что мы должны принять прибежище у Гуру Дева. Мы хотя бы эту, хотя бы одну жизнь полностью нужно посвятить служению Гуру. Если мы это сделаем, то мы точно спрофессируем в нашем пакте. Ван Чиркал по коробочке. На этом я заканчиваю. Арам Чандр пробу говорит, как Вачнав пытается привлечь наше внимание. Они говорят «Всего лишь одну жизнь, всего лишь одну жизнь, маленькую жизнь посвяти бог в этой жизни с лети служением следующий будешь наслаждаться в этом стратегия а на самом деле не только одну жизнь нужно посвятить жизни отдать гуру я вам сейчас на пробу написал однажды одну поэму гурдеву помоги мне отречься от всех наслаждений иначе сделать так чтобы и наслаждался и бахти совершал или либо убери наслаждение сделать так чтобы и наслаждался и совершал бакси когда мы слушаем о славе бакси это как встретиться с ним как будто мы как бы слушаем их славе мы как бы встречаемся с ними поэтому нужно продолжать слушать они сейчас расскажет мне хочется сказать пипин бихаре госвами пипин бихаре госвами был гур патент акура пипин бихаре госвами Продолжение следует... 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 неудачливый. Грудай говорит, я с вами неудачливый. Он говорит, если такую садму совершал пока с вами, Рабхуна Дубасвам. Грудай говорит, я не могу совершать такую садму. Понятно, что он говорит из смирения. Грудай говорит, нам ho-шна-шнураджи-свами. Пад говорит, что когда мы по-настоящему поймем, что нам надо связать садму, то по-настоящему у нас смирение проснется. Грудай говорит, что Он говорит, что Махараджи, с услышанными руками, он говорит, что Махараджи, он следовал решительно своими обетами. Махараджи, когда Господь повелся на рай, перед ним был Дроху с вами, Дрох Махараджи, с вашей руки молитвен. Махараджи, когда Господь говорит, что Махараджи, с вами подъяс, сладу молитвенные руки, помещаясь себе на голову, молю Господа, молю Радхарани. Я не полицирую Адам, но показываю себя высшим. Даже с гордостью и рады, что я молюсь вам, за благодарностью, что я иногда вспоминаю о вас, ваши имена. Поэтому, как бы, со смирением по своим партнерам, пожалуйста, полите милость на меня. Сделать так, что я повторял ваши имена и говорю, что видя мои недостатки, такие качества, пожалуйста, не принадлежайте мной. Примите свои медицинские стопы. Стопа на кофору, как вы описали, данное Прартана Лаи, моих Прартана, есть различное настроение мультивное он объявляет. То есть, если вы должны наступать и поближе наше имена, что они делали, то они сделают, что при Униаре, что они должны знать, чтобы они были о entendении. Это для того, чтобы я смотрю, что они не могут вернуться, потому что потом я не могу вернуться в Боге. То есть, считая Четтху Шпаншин, считая молитву Рухадасвами Патху, он пытается следовать им, что по всему из Рафи Говинды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Молится Патху Шпаншин 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 Продолжение следует... 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 Чтобы прославить Гурдаву, то есть наша бумага, которую мы пишем, это как океан, а паста, ручки, это как океан, то есть бесконечно, очень бесконечно. Слава, он говорит, их слава бесконечна, поэтому я постараюсь пару капель сказать. Когда Джапат Маманакасаи Махараш, он пришел в Бахтина Сарасвати паду в 8 лет. И он остался в храме, он служил Прабхаде, приносил ему воду в Бахтина Сарасвати. Такур устроил его, ну, отдал его в местную школу, и тот сразу стал лучшим учеником, что он овладал фотографической памятью. Все, что он хотя бы один раз слышал, он все запоминал сразу. На уроке английского языка однажды учитель попросил открыть книжку на такой-то странице. Он сказал, идите, откроете эту книжку на такой-то странице, прочитаете. И когда он попросил, он был еще ребенком, он был в школе. Но Шеламанакасаи Махараш не открывал книжку. Учитель попросил несколько раз, и потом учитель попросил его встать на скамейку, как наказание, и Маманакасаи Махараш. Когда другие студенты сказали, другие ученики сказали, ему не нужно книжку, он помнит все наизусть. Когда учитель проверил его, он попросил его процитировать, что говорится на другой страничке, в другом абзаце. И уже потом Маманакасаи Махараш, он процесировал все дословно. Когда учитель больше не спрашивал его, как бы выгляделся в его способностях. И Маманакасаи Махараш успешно сдал все экзамены в средней школе. И там такая система, что в деревне ты сдаешь экзамен, и если ты успешно сдаешь, то ты можешь в город перевестись в лучшую школу. И однажды Шилапропада позвал его, вот это звали, Сантош. И Шилапропад сказал, Сантош, плохие новости. И провалился на экзамене. И не сдал экзамен. И только Сантош услышал, он сказал, пропаду. Как я могу провалиться? Это невозможно. Почему? Потому что я ослышал Гуру Вайшнау. И вот было представление я обрел. Такие, что я никогда ничего не смогу провалить. Кондры за успешным. Я управлялся в будущем. А я по-наслужу не могу в самих будущем. Молодец. И я истинный. Как я не спрашиваю, чтобы я истинный. И я не смогу выявить, что всегда у нас. И ты приходил еще дать ей в руководке. И я с ним не буду показывать. В этом мире никак не было продолжительно. Ты видишь, как я тебя учусь с одного. Однажды кто-то спросил Махараджу, как он принял прибежище, и он Махараджу ответил. Служа Кешава Махараджу, моему гуру Деву, я все еще в Матхе, он всегда был под руководством Кешава Махараджу, прям с детства, Тавупад отправил Кешава Махараджу. И Тавупад дал Харинаму с Антоши, и отдал его под руководство Кешава Махараджу. Пробух Пада очень редко давал Харинаму Дикшу сразу, он давал Харинаму, потом через 6-10 лет давал Дикшу. Так, Дикшу он получил, Сантоши получил Дикшу от Пропады, а затем, когда Пропад уже ушел, он получил Дикшу Мандры от Бак Преки Шагаса Махараджу. Это было на самом деле в тюрьме, когда Пропад Бак Преки Шагаса Махарадж попал в тюрьму, и нужен был тот, кто бы готовил для божеств. Для этого нужно было Дикшу Амами Касай Махараджу. Практика Пагачи Шагаса Махарадж дал Амами Дикшу. Продолжение следует на семье Ачарин, он даже никогда из смирения не считал себя учеником Ашила Пропады. Никакого стремления к славе у него не было. На самом деле он, несмотря на то, что Харинаум получил Пропады, он никогда не говорил, не считал себя расщищать. Он считал учеником Бакхи Прейнхи, что он своим Мухараджи, из смирения. Ашила Пропады. Ашила Пропады. Ашила Пропады. Несмотря на то, что он был Ачарином, Галабинто Санитимом, то Стернахно он никогда из себя не считал главным. Однажды один из моих учеников совершал скорпление в отношении к Ширкнараге с Саим Мухараджи, это давал много Саим Мухараджи. Он сказал, что ты... Я никогда не пойду в твою мату, потому что ты совершил... Ты оскорбел Шамм Мухараджи, поэтому, извини, прости прощения. Пока он тебя не простит, я никогда не приду к тебе в мату. И когда его ученик, и он говорит, ты должен пойти в Ширкнараге с Саим Мухараджи письменно, чтобы он написал, что он тебя простил, и когда я приму тебя назад. Парупада говорил, что простота признак Вашнавизма. Только если мы просты сердцем, то мы можем быть Вашнавым. Итак, антрабахирасам Мухараджи должны быть снаружи, такие же, как внутри. И надо должно быть простое сердце. Но если человек лицемер, то он никогда не сможет быть Вашнавым. Или приедет из любого Вашнава. Он сказал, что у него все остальные сердце, одни, судьбу, и приедет. Он говорит, что не обладает сердца, что не может быть в доме. Он не может быть армией. Он говорит, что он умрет, ведет сердце. Мога передасть Home, не дает сердце. Патанан Гусалям Ахараш говорил, что мы не должны никого критиковать. Даже если нам их человек не нравится, то издалека нужно предложить ему Патанан, но нельзя критиковать его. Всегда у него была прекрасная глупка на лице. Он обращался и говорил, что дочь почему-то так много дней не приходила. Столько много любви он как проливал нас всех. Он все время заботился о всех, спрашивал, принял ли ты про сад. Он говорил, что если тебя кто-то оскорбил, побил, то ты про сад. Принимай это как результат своей кармы и старайся быть терпеливым. Однажды на Гавардхане в Матхе во время Парикраме было обсуждение уропа Гасанипада. Галабачария. Галабачария пришел к бухте Мухти спригал, он говорит, что Пишачи назвал Бухти Мухти. Он назвал Пишачи. Не всем, что потому что он сказал, что ты правильно поверил, Но почему не Бухти Кишачи? Что как бы выпить всю кровь. Что 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 бы выпить всю кровь. Это Вала Гуссами. Да, написано, что Кишачи. Тогда Вала Гуссами пишет, почему ты Бухти называешь Кишачи? И Джио Гуссами присутствовал при этом. И Джио Гуссами отправился с Вала Гуссами. И сказал, что ты не прав. Ты не прав, что ты моему гуру Деву говоришь, что у него ошибка. На самом деле, имеется ввиду, что стремление к Бухти и Мухти Кишачи. И тогда Вала Гуссами пришел обратно. И сказал Вала Гуссами. Да, Рупа, ты был прав. Ты правильно написал. И кто этот мальчик? Очень разумный мальчик. И говорит, это мой племянник Джио Гуссами. И тогда Рупа Гуссами спросил Джио Гуссами. Что ты сделал? Почему? Почему ты смел? Как ты посмел спорить с Вайшнау, с таким Вашим Вайшнау, как Балабхачари? У тебя нет квалификации на самом деле. Так же, даже если у тебя кто-то оскорбил, ты должен терпеть. И тогда Рупа Гуссами сказал, ты, я себя отвергаю, ты должен, ты не квалифицирован под моим руководством быть, ты не квалифицирован поджин совершать, мы должны уйти. И когда Мадам Ахараш спросил вопрос, если кто-то пришел к нашему Гурдеву и сказал, и критикует нашего Гурдева, что мы должны делать? Ну, то есть, по сути, та же ситуация, что я жива Гуссами, Рупа Гуссами. Когда Гурдев слышал вопрос, улыбнулся, Гурдев сказал, если кто-то нас критикует, то у нас не должно быть мести, но если кто-то критикует Гуру Вайшнау, тогда мы должны просто вступиться. Вы должны оспорить, все аргументы должны оспорить. Так, Випин Прабу говорит. Випин Прабу говорил еще, прославляя Шалтаранга своему Хараджи, он говорил, что, чтобы он не начал, какую бы усанью там должен быть. То есть, Сиддхан, Туйжавадхарма, он всегда приходил к Лилу Шишерадхи Кришна, славящим Мастер Харани. И Мадзиди, вот что, в вечном долгу перед Махаражем, как отдать его долг. Хараджи говорил, что мы никогда не сможем отплатить наши гурварды, но что мы сможем делать, мы можем распространять их в книги, мы можем распространять их в славу. Прабаиды, то, что мы от них слышали. Таким образом, Мадзиди говорит, например, Баско, они берут книжки, распространяют, идут от двери в двери. Но у нашего гурварды тоже очень много учеников, но так или иначе, все равно, никто не распространяет книги. Баско, например, всегда они просто славляют Прабхупаду, они никогда не говорят, они всегда, как у них, даже Прабхупада давно ушел, и у них все равно Прабхупада в центре, они всегда говорят, чай Прабхупад. Поэтому, говорит, нам нужно им дать пример. Я всегда говорил, надо вначале понять, в чем моя цель. Так что принес Махапрабу, тот дар, который он принес во Бхакти Шри, служение Шаматир Дхарани. То есть в этой жизни мы должны зафиксировать эту цель и с сильной верой служить нашим гурвардам. Как говорит Рупакасвами, у Цаханища дарят 3-й шлоки в Бхадишамрите. Мазди, говорит, у меня на самом деле нет сильной веры, но так или иначе я молюсь на стопам вам, на раннику с вами Махаража. Чтобы Аня параллельно имелась, вам Махаража настолько, настолько милосердна, что он открывал освобождение не просто людям, но и даже тонким сущностям. Если кто критикует вас, то надо думать, что это мой самый ближний друг, ближайший друг. Потому что он пытается, потому что он указывает тебе на твои недостатки, что ты можешь как бы исправить это. Поэтому Мадиди молится, как будто поленилась. Продолжение следует... Нарамачандр Прабху. Он всегда показывал на примере, как уважать других, как уважительно относиться к другим. Продолжение следует... Я из своего опыта могу сказать первый раз, когда мы поехали в США проповедовать. Мадиди молится, как уважительно относиться к другим. Когда они, говорит, поехал с Гурдэмом проповедовать в США, то, говорит, Гурдэв меня. Гурдэв прославлял меня. Рамачандр Прабху засчитывал, как бы, на отрывке из своей поэмы, которую он написал. Гурдэв проставлял. Я тогда пример одну Гурдэву сказал, что есть одна птичка Смера и Гаруда. Это огромная птица Гаруда. И Гаруда, и Сперу, они начали соревноваться, кто быстрее долетит до вершины горы. И Сперу тогда, что она сделала? Она села на Гаруду, и Гаруда не знал. Ну и даже не Гаруда, а Орел. Орел, как Гаруда большой. И когда этот Орел прилетел на вершину, то Сперу спрыгнула и сказал, я первая прилетела. Так же Рамачандр Прабху говорит, я, Гурдэв, я как сижу просто на вашей спине. Все, что я от вас слышал, то я как бы пытаюсь повторять. И поэтому это выглядит, что я что-то из себя представляю. В этом как бы слава, на самом деле это ваша слава. А сейчас Рамачандр Прабху передает микрофон Шиба, Добсанбаса Штарбасаи Махараши. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 И сейчас я постараюсь подчеркнуть славу. Есть три мриданга. Одна мриданга, которая из глины сделана. Другая мриданга, которая печатный станок, в котором книжки о баксе печатаются. А также есть живая мриданга. Это чисто преданный Иисус, которого исходит Харикадха. Итак, однажды, когда Божиопадочный Армагараж был в Хоккуре, в храме Силбурдео, то Нандам Прабу из Макхуры приехал. И Божиопадочный Армагараж спросил, где я могу научиться рассказывать с Харикадхуру. И тот сказал только в Макхуре, потому что там живет Шахаранга Самахараж. Там Харикадха течет, как в Мантакине Ганга. Четыре раза в день Шахаранга рассказывает о возвышенном Харикадху. После Мангал-Арати первого раза, затем в 10 часов второй раз, потом после Арати третий раз и вечером четвертый раз. В Макхуре не надо про Бурамачан Рабзабу. Они приезжали из Тели. Почти каждый день приезжали, два-три часа, чтобы воздушно вошел Гурдева. Наш Гурдев, он был как философский камень, как Чинтамань. Он из железа может сделать золото, но наш Гурдев был такого качества, что он мог из любого сделать. И каждый бы сделал Чинтамань. Посмотрите, сколько людей слышали Гурдева. И посмотрите, они сейчас проповедуют и затрагиваются до сердца других людей. Других гаудия матков, один-два человека рассказывают Харикадху, но посмотрите, в нашем храме. Все, все, столько, столько много бредных спикеров, квалифицированных. Все, кто хотя бы один-два года были в обществе Ширы Гурдева, они так красиво рассказывают Харикадху. И также те, кто, под руководством Парамиши или Прабу находятся, столько милости, они тоже обрели. Они такую красивую Харикадху рассказывают. Многие понтиты, они не могут до сих пор, там десятилетиями, выучить. Шлоки, а здесь маленькие дети знают больше шлок. Маленькие дети, они вообще могут в депутатах участвовать и устанавливать в обычную Сиддханту. Все это милость Ширы Гурдева. Поэтому... Здесь Гурдев, я помню. Как рассказывать Бхакти, если человек не рассказывал, то он будет отругал его. И Гурдев столько энтузиазма, вкладывал в сердце, чтобы рассказывать Харикадху. Поэтому, благодаря его милости, мы можем что-то говорить сегодня, рассказывать о том, что сегодня. Когда Хараш приехал в Маккуру... Ширы Гурдев, он всегда очень красиво... Ширы Гурдев, он говорил, что петь, как Горна Рай, он Ширы Гурдев. Ширы Гурдев, он говорит, что Ширы Гурдев, он всегда очень красиво пел. И Ширы Гурдев столько много милости... Пролевал особенно тех, кто на хинду, потому что все писания основные на Бенгале. Он вошел на Рай, все равно хорошо. Перевел книжки. День и ночь он тратил, чтобы перевести книжки и написать комментарии. И любой вопрос, который мы не спрашивали другого, то он отвечал... И однажды спросил... Как вы так отвечаете на эти вопросы? Он говорит, что я много раз прощал Жеводхарма. И так же я перевел ее скандали на хинди. И сейчас же ее харма, она доступна на многих из всех как мира. Гурдев часто говорил, что шло... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда Шлоки Гопи говорят, кто самый величайший донор, благодетель, это тот, кто раздает Харикатху. Кто самый высший донор, меценат, тот, кто сновидит Харикатху, тот, кто печатает книги, потому что книгу. Книги, они попадают во все уголки мира, и люди могут получать Харикатху. То есть Харикатху, во-первых, он сам желаемый донор, во-вторых, он распространяет книжки. Махапрабху говорит, что настанет день, когда в каждом городе, в каждой деревне все будут повторять свои имена. Так, Гурпат Падма. Тридцать четыре раза Гурдэф. Возвращался в разные уголки мира. Гурпат Падмаха, Гурпат Падмаха. Габинат Гаузематки, когда устанавливал процесеремонию Снабиня Божеств, кто-то сказал, что неправильно во время церемонии, когда Ашила Махараши. Никогда как бы не терпел, когда слышал о Паситханта. То есть, тоже часто Шила Бурдаев спорил с пандитами. Они говорили, что Кришна родился в Макурии. Но Гурдер говорил, что нет, на самом деле Кришна родился в Гатхуле. В Матхуле он явился, как Пишну. Он спорил с все вот эти знаменитые пандиты. Вот Васанта Лал, который вчера был, с его Гурдер, он спорил, что он на ринге своей Махараш. Что Кришна родился в Гатхуле, а не в Матхуле. Он родился в Матхуле, а все эти пандиты, они были, в Матхуле, они были, ну, заслились, они говорили, как так. На Гурдер будет очень много примеров, когда Шаматпакова там. Кришна родился в Матхуле, в Матхуле, он родился в Гатхуле. В Бхагаватам все приводят, все принимают. И Гурдер оттуда брал примеры. Например, Шаматиратхарани говорит, что Бхагаватам... Шаматиратхарани говорит, что Кришна родился. Бхагаватам, Павраджа, Шабхарани, Госвами, говорит... Он проставляет Кришна Жану в Матхуле. Он говорит... То есть, он говорит, что Кришна родился в Ананды Бабы, то есть Отец Кришна Анда Баба. Гаргачария, когда пришел нарекать именем Кришна Баларама, он сказал на Анди Бабе, что Кришна родился. Также Брама с пути говорит... На Уни Геопе, на Уни Геопе, на Уни Геопе, на Уни Геопе. Господь Брама говорит... Кто Кришна? Кришна Башбангаджая, тот, кто... И этим не заканчивалась Кришна. Он цитировал Шна Чехверта Кура. Он говорил, восемь вассу существует. И... Бог является главным вассом. Он приходит... Он входит в трансцендент вечного Ананда Бабу. И Деваки также. Он говорит, что Кришна сын Деваки иногда говорится. Но... Ишоду иногда тоже называет Деваки. И в конце-канце говорит он... Нанда Гопа Кумарая. Сын Гопы. Царя поступов. Сын... Нанда Махараша. И тогда никто из мандитов не смог из слова в противовес сказать. Таким образом, Шила Гурдева доказал, что Кришна родился в Гакуле, а не в Матхуре. На каждом собрании... На каждом собрании... На каждом собрании они приглашали Шила Гурдева, чтобы Тодорогу как Бух. Таким образом, Срещанка Груは ему был дизель Comics. Кришна С., как Брахмат. Она говорит о Кришна, как и Брахмат. О Кришна Ск où 인�OUT Башку естьdar Деваки? Как он говорит на каждом собрании лучше всего лишнего Death Разрушения goes. В Матхуре ш ill Надо проводитьб Чего Вража Баси говорят? Порough не Iran в блядь б teammates. Нараян Батта, Варжаваси, Маклурвата, Варшаны, то есть в Учагаоне было собрание Варжаваси и они восстановили Далит Ситул Юга Ачарья, Нараян Гусайму Харажу. И nämlich чтобы не colocar на юге вrankена, of Shale an Where you are, this region the Peace Method, constitution of v assistence Далит Ситул Юга Ачарья, также было собрание there was a name of the Prophet но они собрание там с Нанаганами проставляли Варшаны и в Учагах то естьga Акшан и Радхарани прославляли. Акшан и Радхарани говорили, что у вас пристрастие в этих дебатах, вы на стороне Варшанаваси. Он говорит, что нет, я не на стороне Варшанаваси, я на стороне Шмидзерадхарани. На самом деле, у нас не хватит слов, чтобы прославить Ашила Гурдела. Почему у него так много славы? Потому что есть люди, которые проповедуют, но сами не следуют. А есть люди, которые следуют в факте, но не проповедуют. Но Гурдев, два, совмещает в себе качество, и он и следует, и ей проповедует. Гурдев и Ачар, и Парачар. Без того, чтобы Лак Каринаму прочитать, он даже не пил воду. Иногда прямо надо про Бух. И свал его. Как он говорил. Без того, чтобы Лак Каринаме повторять, я не буду есть. Санкия Пурвакана Магана. Наши шиши Хасвами. Как они совершали Баджан? Шилы Гурдев говорит. Я стараюсь следовать в наставлениях, где совершать Баджан. Так же, как они говорят. Гурдев, когда жил на Гурдкане, он совершал пожертвования. Каждый день совершал. Совершал. Повторял подволак святых имен в день. Перевозил книги и так далее. Некоторые преданные спрашивали Кешу Махаража. У вас только много земли. Почему вы не посадите там цветы? Тогда Баджан Кешу Махаража я говорю. Показал на своих учеников и сказал. Вот настоящие цветы. Вот эти цветы я выращиваю. Потому что, когда они вырастут, у них аромат распространится по всему миру. И один из этих цветков Шила Багданхарами Сова Махаража. И аромат его настроения, Харикадхи, его он достиг каждого уголка мира. Жила Багданхарами Сова Махаража. Он хорошо знал, что в сердцах его учеников. Несколько они корректированы. Поэтому я так сказал. И когда мы ездили на запад, мы видели, сколько у него учеников на западе. В том числе. Мы уволимся к Гурдеву, чтобы мы могли следовать его наставлениям. Так же, как Жива Госвами, он наставил народам, Шимонадо Прабуху. То есть, они все учились к Живу Госвами. Они были его дикши учениками, но пришивши учениками. У них были разные гуру, он дикши гуру. Так же и Шила Гурдев, Шилхарами Сова Махаража. Он всех принимал к своих учеников. Несмотря, приняли неудикшую, либо нет. Вот мы были учениками, раз так и поражили. Но мы столько любви получили от Шилы Гурдева. Поэтому благодаря этой любви мы так привлекались им. Он всегда считал нас со своими. Никогда не проводил разницы. Вот это этот Гурдева ученик, этого Гурдева ученик нет. И поэтому мы молимся, чтобы Гурдев поделил на нас свою милость, чтобы мы смогли следовать его наступлению. Потому что, как в Кабу говорили. Как, Боже Падше, Тхар Махарадж? Как видно, с каким энтузиазмом и любовью он рассказывал о Шли Гурдеве. Я помню, однажды в Гаккуле, там местные бандиты, бандиты Матхуры пришли в Гаккулу, и там была Кадха и их спор. И бандиты Матхуры доказывали, что Крична родился в Матхуре. А те в Гаккуле спорили с ними. Тогда Шли Гурдев там тоже выступал. И Гурдев доказал, что он родился в Гаккуле. И также на других собраниях все говорили, там пандиты, а потом в конце Шли Гурдев говорил 10-15 минут, и по-настоящему прояснял картину, что значит Турпануга Вайшнав. И мы также сидели на этих собраниях, были на этих собраниях, просто ждали, ждали, когда же Гурдев начнет говорить. И так 25 лет Гурдев, в течение 25 лет Гурдев выступал на этом собрании. И сейчас я предлагаю Радаханатра Прабху выступить из Нойды. Если батарея косяет в трансмиттере, вы включаетесь на Facebook-трансляцию. Итак, даже сегодня, если мы приедем в Гокулу, то... То есть до сих пор этот спор, где же Кришна родился, и он существует. До сих пор эти собрания проходят, и этот спор, где же Кришна родился, в Гакури, либо в Маткури. АПЛОДИСМЕНТЫ У ВАЙН ЧАТНА ПАТРОМ ВЫ СЧАТ ВАЙН ЧАТНА ПАТРОМ ВАСЧАТ И ПАСЕЙ НИВБТХАИ ЛЕВЕЧАТ ПАТИТА НАМАТА МАМХАМ МИТЬЙОВ ВАИСШАМ МИТЬЙОВ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Два его столетия, столетний юбилей Субтитры создавал DimaTorzok 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 Двух как бы духовных братьев, и они до того, как очень себя не любили. Я помню, после восьмидесятых годов. И в Матхуре, Рамчандр Пхарабут, когда ездил в Матхуру, он не знал много преданных. Преданных, во-первых, когда приехал, первый раз увидел Мама Нагасана Махаража, что там много преданных собралось, и оба Шилхнарага Нагасана Махаража присутствовали тогда. Я говорю, я из Искона пришел. Я тут приехал, когда из Искона, я подумал, что я как будто попал в шалашик такой. То есть там все просто было очень. Маленький храм, все по-домашнему. И уже потом Мама Нагасана Махаража был там. И тогда вам нравится им хорошо выступить. Вот на счет... Правильно, всеми хорошие спорты. Мы как говорим? То есть тогда Абхангаса Махараш сказал, я чуну давал. То есть чун такая штука, ее разводит, она похожа на молоко, как поделка. И он говорит, я чуну давал, а сейчас, чтобы Абхангаса Махараш настоящим молоко вам раздаст, то есть настоящую катку вам расскажет. Такая шутка была. И в этом проявлялась их любовь, близкое настроение. Сейчас я приглашаю Санжаеву. Спасибо. 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 Барати Махараш сказал одну вещь. Барати Махараш сказал, что в этом материальном мире он мне совершенно не хватает. И это всегда так будет. Но что здесь вечно является это парамартик сампати Гурдева. Наставление Гурдева. То, что мы должны делать. Поэтому мы должны это взять себе в сердце. Тогда у нас не будет недостатка. И люди могут что-то плохое нам сделать. Неприятности могут быть. Но никто не заберет у нас духовную собственность, которую мы получили от Гурдева. Наставление Гурдева. Поэтому на это нужно попрощать внимание. Это является вещь. Время мало остается. Но... Время не выставляет рамки. Я еще тогда расскажу. Где-то надо к аутиматике. Вечером Гурдева рассказывал Харикатху. И кто-то из Искон. Многие вредные пришли. Западные в том числе. И вот сзади меня шлока написано. Мы не хотим быть Кришна Даса. Мы хотим быть слугой, слугой, слугой. И Шимати Радхарани. Почему? Потому что здесь Кришна хочет встретиться Радхарани. Кришна хочет встретиться Радхарани. Он говорит, я твой, твой. Шимати Радхарани. И Гурдева часто цитировал. Ушло. Он говорил, что... Что такое бажан? Бажан это реализовать милость Гурдева. Гурдева всегда говорил, что я был как в помойке материального мира. Точно Канаве. Но мой Гурдев меня вытащил оттуда. Поэтому, по его милости, я сейчас нахожусь здесь. И мы должны всегда чувства иметь в нашем сердце. Благодарность Гуру. Поэтому сегодня я понимаю, насколько это важно. Служанкаши Мастер Харани. Благодаря Гуру Патлану Макшетна Радхарани, если мы хорошо понимаем свою цель, стать служанкаши Мастер Харани. Слушая Шили Гурдева, слушая его харикатху, у нас появляется эта жажда. Написать, что служанкаши Мастер Харани. У нас столько много анард в сердце. Есть понимание цели у Каликавалари, есть шлока. Гуру Патлану Макшетна Радхарани. Группа Касампад говорит, в чем моя вина? Вместе с Анардом. У меня нет никаких качеств. Вот столько оскорблений. Анард. Но в чем? Все эти минусы у меня есть, но... Он Сиран Мортиши Мастер Харани говорит, что... Смотря на это, у меня есть жажда слушать вам. Балдеви Дябушина Прабуа. В этой шлоке говорит. Рама Неваска, который очень красивый. Мерзноцветный, красивый. Если мы просто подумаем об этом. Если мы посвящаемся чем-то красивым, то качество этого объекта к нам переходит. Балдеви Дябушина говорит. Балдеви Дябушина говорит. Слушая о этих прекрасных вещах, мы тоже захотим этим обладать. Поэтому, Гуртой говорит, что если я не буду об этом говорить снова и снова об этом, то эти вещи, они исчезнут из лица земли. Однажды в Бакадаши Гуру Патмадма говорил, что... Я ежу проповеду Прокладу Шикшу, Другу Шикшу. Но, чтобы я не начинал говорить, я заканчиваю Рагануга Бакхи. Шелагудев говорил, что Другу Шикшу и Прокладу Махара Шикшу всегда я... И это говорит... Поэтому Рупа Шикшу никогда не дейте с того мира. То есть он всегда приходил к слагу Рупа Госвами, Шмахартхарани. И когда я говорю Амара Декара, то есть мое качество... Если нет Вашнама Бхагавата, то этот мир, он не будет существовать, он будет уничтожен. Шикшу Бхагавата Махараш говорил, что... У нас есть тоже должен быть Пранай Бхагава. Пока Пранай Бхагава Махабаха существует... Расик Бхагава существует именно... Пока он сам себя не проявит, он не сможет понять, кто он есть. Но этот Пранай Бхагава должен быть. Но этот Пранай Бхагава должен быть. Мы не можем совершать Киртан в Европе. Мы можем делать Анну Киртан. То есть то, что мы слышали от Гурдева, мы просто повторяем слова Гурдева. Слушая, повторяя, мы сможем что-нибудь поймать, понять в итоге что-то. Гурпакасвами написал уже Ланиламни, Бхактирасандрда Синду и так далее. Там Гурпакасвами дает наставление. Если мы пытаемся следовать этим настроениям, то мы тогда Рупануга, то есть под руководством Гурпакасвами находимся. Гурпакасвами проявляет все свои наставления. То есть надо попытаться понять, погруститься на настроение, исследоваться. Те, кто пытается это делать, те Рупануга под руководством Гурпакасвами. Но это займет время постепенно-потепенно. Это не то, что для всех доступно погрузиться в это. Но, по крайней мере, ознакомиться с этим, чтобы для себя взять. Мы молимся Стопан Бурдеу, поэтому, чтобы он тот баджан, который оставил для нас его милости, мы смогли следовать, чтобы мы обрели жажду по-настоящему обрести эти духовные вещи, чистого Бхакти. Своим примером Шила Бурда показывал, как следовать Шила Пропада. Говорил, что пока ученик не... Как Бурда совершал баджан, как он и в своей жизни пытается принять, пока кто-то не понимает этого. То есть, ну, он должен... Опять же, ученика понять в Гурдеу Баржан совершает, и так же самим следовать. Это Сва Баржан. Однажды Гурдеф рассказывал, когда он был за матчей, Ван Данушкадова с вами произносил. И он тогда одну строку произнес, и вторую забыл. И тогда... Все, как бы, пытались ему напомнить эту вторую Шила Пропада. Когда я... Говорит, я почему забыл Ван Дану? Потому что я повернулся в состояние Вариндавана и потерялся там. Мы должны думать, что... Обычно лично было. И вот чуть ли из... Сознание постоянно находится во Варадже. В наше сердце. То есть, пока мы не сможем понять четверти Гурдефа настроение сердца, И... Сравнить со своим сердцем. Чем больше мы находимся в настроении Пропада, Вопада, 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 Вопада Мы понимаем очень любить. Идем. Мы не сможем услышать по-настоящему. Однажды... Шила Курдеф рассказывал лекцию в Мадхуре. И... Там мы рассказывали Бихат Бакамари Тамриту. Ту книгу, которую Санкт-Никасами Пад написал. И... Он претенцировал одну шлоку. Он объяснял, что это Манукьяне. Мы все слышали Гурдефа. Никто... Никто ни слова не сказал. И тогда Гурдеф сказал, что... Друзья Кришна знают, что думает Кришна. Например, Приянар Масаки Супао и другие Мадхумангал. Так же, как в полнолуние, день полной луны, Кришна... Кришна склоняет свою голову на колени Мадхумангала и Мадхумангал спрашивает... Кришна, о чем ты думаешь? Кришна говорит... Кришна говорит... Кришна сказал Мадхумангалу... Кришна говорит... Кришна говорит... Кришна говорит... Но далеко есть прекрасное озеро, и там прекрасный лебедь. И ты думаешь, как обрести этого лебедя? Отлично. Отлично. Отлично поразился, что это за лебедь. Как ты угадал? Я знаю, что в твоих сердцах находится. Это то, что мы должны понять, а мы должны коснуться настроения в сердце Гурдева. Пока мы не понимаем его, учитываете, как мы можем слушать землю. Но не только, что говорим, что в основе, что в Брдж и Брдж и Брдж и Брдж и Пирдж и Брдж и Брд. В 1936 году Паххан Сарасвати Пархупада сказал, что мы должны проповедовать в Кишну Кадху всему миру в Раджа Расу Кадху и Санжепра говорит, что Гурдева не было там, но он знал настроение сердца Паххан Сарасвати с тех пор, он знал настроение внутреннее настроение и поэтому проповедовал на Раджа Расу Кадху. В интернеральном мире люди не принимают Паххе Расу, но те, которые по-настоящему знают Шастры, они принимают Паххе Расу. Продолжение следует... 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 как handing я я я и и ты вы там Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok